Голодомор 1932-1933 годов Это настоящая катастрофа в истории украинской нации. Подобной не было на протяжении предыдущих тысячелетий. А вот в 20 веке действительно украинский хлебороб на самых богатых землях в мире, на наших черноземах, вынужден был погибать от голода. Погибать от голода потому, что у него забрали хлеб. Ему не позволили пойти за хлебом в другие регионы Советского Союза, где этот хлеб, в том числе украинский, был. Советская власть, Кремль в лице Сталина не позволили западным странам, где вопрос о голодном море в Украине поднимала наша диаспора. Так вот Сталин не позволил, чтобы оттуда пришла помощь. Сталин все сделал для того, чтобы информация о голоде не просочилась на Запад. Поэтому и случилась страшная история Украины, когда, еще раз повторяю, на самых богатых в мире черноземах хлеборобы погибали от голода. В советские времена об этом было не принято говорить. Все, кто об этом вспоминал, они подвергались гонениям, их судили и отправляли в Сибирь. Только на Западе могли говорить об этом, и об этом говорила наша диаспора. Не только говорила, но и добивалась расследования этого чудовищного преступления. Скажем, в 1983 году, когда на Западе отмечалось 50-летие Голодомора, украинский юрист Торонто, Владимир Данилов, который давно мечтал о том, что нужно наказать организатору Голодомора, еще со времен учебы в университете Инсбруков после войны, он обратился с письмом к Мировому конгрессу свободных украинцев, что пора организовать международный трибунал над организатором Голодомора в Украине. И вот, благодаря усилиям нашей диаспоры, в 1988 году состоялось два заседания этого трибунала, который был назван как Международная комиссия юристов. В этой комиссии были юристы семи стран, среди них не было ни одного украинца, но там был представитель Англии, который был на Нюрнбергском процессе. Представитель Англии. Возглавлял этот трибунал шведский профессор международного права Джекоб Сундберг. И вот, эта независимая комиссия юристов международная, она признала, что это было умышленное преступление, которое совершалось советской властью в голове с Сталином. Советский Союз не откликнулся на просьбе комиссии и не предоставил никаких документальных материалов. Комиссия вынуждена была принимать во внимание только те материалы, которые были в открытой печати в Советском Союзе. И поэтому она взяла за базу перепись 1926 года и перепись 1939 года. И вот на основании, на сравнении этих двух результатов комиссия пришла к выводу, что голод в Советском Союзе был организован для Украины искусственно, и что от этого голода погибли миллионы украинцев. Сколько комиссия не могла сказать, потому что Советский Союз в лице председателя Совета Министров СССР Николая Решкова, кстати, уроженца Донбасса, где также был голод, так вот, советское правительство отказало предоставить документы. Более того, в Советском Союзе был организован поток всяких, так сказать, заявлений, в том числе из Киева. Подписали два юриста и два историка обращение к этой международной комиссии, мол, с чем вы занимаетесь, это не ваше дело, никакого голода в Советском Союзе не было, были определенные продовольственные трудности, и все. Но, тем не менее, комиссия обратила внимание на то, что за период с 1926 по 1939 год население Советского Союза увеличилось на 16%. В Российской Федерации население увеличилось на 28%. В Белоруссии на 10%. А вот в Украине население уменьшилось за эти годы на 9,9%. То есть, как будто бы от 1926 года до 1939 года никто не родился, а только вымирали. Поэтому уже в годы перестройки Горбачевской встал вопрос, все-таки, что нужно эту правду раскрыть, чтобы и честовать память тех, кто был невинно убиенный от голода, и чтобы мир уяснил масштабы грандиозного преступления, совершенного советским сталинским режимом против украинской нации. Когда начали поднимать документы, в том числе московских архивов, то выяснилось, что те документы, которые многие годы прятались в секретных фондах, они имеют как раз те признаки, которые можно подтвердить как геноцид. Что такое геноцид? Геноцид – это умышленные действия власти, которые направлены на уничтожение отдельной религиозной группы, отдельной расовой группы или части этих групп, отдельной национальной группы или отдельной нации в целом, или ее части. Так вот, если подходить к этой конвенции, которая была принята ООН 1948 года на предложение Рафаэля Лемкина, юриста, который, кстати, закончил предвоенные годы Львовский университет, то можно считать, что мы за признаками геноцида видим в первую очередь это тогда, когда забирают продовольствие. Так вот, изымание продовольствия, которое необходимо для поддержания, для жизнеобеспечения человека, и есть первый признак геноцида. Почему? Потому что власть осознает о том, что если забрать продовольствие, человек будет погибать от голода. Но власть это делала. И это мы можем видеть очень ярко на тех примерах, которые совершались в Украине, когда выполнялись планы по заготовках зерна в 1932 году. План был нереальный, но власть хотела за любую цену его выполнить. Почему? Потому что она за зерно украинского хлебороба собиралась купить на Западе передовые технологии, купить новейшую технику или оборудование для тех заводов, на которых в будущем собирались строить танки, самолеты и все необходимое другое для того, чтобы иметь передовую армию и продолжать борьбу за коммунизм во всем мире. О том, что коммунизм должен победить во всем мире, Москва не пряталась этим лозунгом, он был постоянно на слуху всего мира, но для этого нужно было иметь мощную производственную базу. Для этой базы нужно было иметь в первую очередь тяжелую промышленность. Ничего этого в Советском Союзе не было. Нужно было купить на Западе и передовые технологии, и нанять инженеров, которые могли бы строить эти заводы, проектировать и строить. Таких тоже в Советском Союзе не было. Их нужно было привлечь из Запада. А чтобы привлечь, нужно было иметь валюту. Валюту можно было выручить только за продовольствие. В первую очередь за зерно, за ту пшеницу, главным образом которая выращивалась на полях Украины, как главной житнице не только Советского Союза, но и всей Европы. Поэтому тот непосильный план хлебозаготовок, он и стал причиной того, что уже с лета, да еще можно говорить про то, что голод уже был весной 1932 года, поскольку выкачивали все с урожая 1931 года. Но такая же практика продолжилась и с лета 1932 года. Тогда даже был принят закон, так называемый, о пяти колосках, когда за колоски, которые голодные люди пробовали сорвать в поле для того, чтобы сберечь свою семью от голода, сажали в тюрьму на три-пять лет, а некоторым, которых объявляли злостными, так сказать, контрреволюционерами, тех и расстреливали. Таких случаев есть много. Вот это изымание продовольствия, которое превратилось и в организацию так называемых черных досок, когда отряды ОГПУ окружали села, где не выполнялся план хлебоздачи, вывозили из магазинов все товары и пререкали данный населенный пункт на голодную смерть. Впервые это было применено к станицам украинским на Кубани. Вот с начала ноября 1932 года при участии Кагановича, личного посланца Сталина на выкачку хлеба на Кубани. И было организовано вот эти первые черные доски на Кубани. Потом эти доски, этот метод выкачивания перешел в Украину. И в документах ЦК Компартии Украины в ноябре уже появляются документы в архиве, мы видим их, что речь идет о том, что нужно заставить украинского хлебороба отдать хлеб. В том числе через эти черные доски. Не только черные доски были применены. Вот, кстати, 1 декабря 1932 года Совет народных комиссаров УССР принимает постановление о том, чтобы забрать население тот картофель, который уже был выдан на трудодни. То есть заработанный картофель его изымали назад, реквизировали, чтобы выполнять планы, чтобы отправить этот картофель в промышленные центры России. В Москву, Ленинград тогдашний. То есть население оставалось без продовольствий. Более того, когда и это не помогало, потому что не было хлеба, чтобы выполнить непосильный план, то появляется 1 января 1933 года телеграмма Сталина руководству ЦК КПБУ с требованием немедленно разобраться с неиздатчиками хлеба и те, кто как будто бы саботирует хлебозаготовки, чтобы применить к ним последний, так сказать, шаг – забрать все то, что можно употреблять в пищу. И появляются эти бригады, которые ходят по хатам, которые забирают все продовольствие из погреба, скажем, соленые огурцы, соленые помидоры, квашеную капусту. Все это забирается. Даже из печи вытягивают борщ, который сварен для семьи. И этот борщ в назидание, так сказать, хозяину, выливают на пол перед голодной семьей. Есть такой пример из Хмельницкой нынешней области, когда вот такая бригада пришла выколачивать, как они говорили, продукты и нашли в одной семье фасоль, которая была в глечке украинском такой. И вот один из организаторов этой выкачки взял эту посудину с фасолью и разбил ее на голове хозяйки дома, которая упиралась, не отдавала. Фасоль рассыпалась по полу, но хозяйка от этого радовалась. Почему? Потому что можно было этой фасолью, которую уже не могли забрать, окровавленную фасолью. Потому что этой фасолью можно было еще несколько дней, значит, продержать свою семью, чем-то кормить. Вот зашел хозяин в хату и видит, как его жена собирает окровавленную фасоль на полу. И он засмеялся, перекрестился, сказал, будем им жить. И вот благодаря той фасоли семья выжила. То есть извлечение всех продовольственных запасов – это главная причина того, что был такой страшный голод. Потому что, я еще раз подчеркиваю, если население отбирает продовольственные запасы все, оно обречено на голодную смерть. Но когда семья остается без продовольствия, то хозяин думает над тем, все-таки как же ее спасать. И он готов на все. Готовы отдать все ценности, все то, что есть в хате, для того, чтобы кормить детей, которые каждый день плачут и просят хлеба. Вот в таких случаях украинские, украинских семьях поднимали все свои запасы, снимали золотые или серебряные крестики шеи. Снимали с рук каблучки, которые передавались из поколения в поколение. Вот бабушки, внучки и так далее и так далее. Все это собиралось и шли туда, где был хлеб, чтобы обменять. Где хлеб был? Хлеб был за пределами Украины. В России, в Белоруссии. А для наших украинцев в Кубани, ближе было иногда в Закавказье, в Азербайджане, в Грузии, в Армении хлеб был. Кстати, хлеб туда поставлялся из Украины. И вот, чтобы выменять этот хлеб за золотую какую-то каблучку или золотой крестик можно было выменять зерно, муку, другие продукты и таким образом спасать голодных детей. Так вот, что сделала власть распоряжением Кремля за подписью Сталина и Молотова 22 января 1933 года. Вдумайтесь, 22 января это день провозглашения украинской независимости в 1918 году. Это день четвертого универсала. Именно в этот день Сталин и Молотов подписывают документ о запрете населению Украины и Кубани выезжать в регионы России и Белоруссии за хлебом. Конечно, все это усилило и без того тяжелое продовольственное положение Украины и вот та чума смерти только усилилась. Но в то же время на территории России и Белоруссии начали собирать всех украинцев и отправлять в Украину. Их собирали поезда, поездами перевозили границу административной Украины и отпускали, чтобы они шли в Украину и не возвращались в Россию. Кстати, этот прием избавления от голодного украинского крестьянства на территории России, он был применен еще с весны фактически 1932 года. Потому что у нас есть документальное подтверждение, когда Сталин пишет Молотову и Кагановичу о том, что, мол, тысячи украинских крестьян бродят по России, рассказывают, что в Украине голод, что нечем кормить семью. И этим, мол, они разлагают наши колхозы здесь, в России, то их нужно не допускать сюда. И, кстати, документы, которые обнаружились когда-то в секретном архиве, подтверждают то, что в первую очередь собирали по вокзалах в Москве, там Калуге или других городах России украинских детей. Под видом того, что они не понимают русского языка, их всех собирали в вагоны и отправляли. Или в Киев, или в Конотоп, как свидетельство, один из документов, который я нашел. То есть еще с весны 1932 года, когда голод уже был сильным в Украине, украинцев отправляли из России и требовали, чтобы они не ходили в Россию и не просили хлеба. Есть письмо секретаря Кантемировского райкома ВКПБ от апреля 1932 года еще. И в этом письме он обращается к секретарю обкома Центральной черноземной области Варейкису с просьбой, чтобы тот написал письмо первому секретарю ЦК КПБУ Косиору о том, что, мол, ваши голодные люди ходят здесь по нашему району, они, мол, разрыли кагат из свеклы и начали есть сырую свеклу. От этого 12 человек умерло, пишет этот секретарь, и мы их похоронили. То, мол, наведите порядок. И такое письмо есть до Косиора от Варейкиса. Но это все под влиянием уже того голода, который был, повторяю, с весны 1932 года в Украине. Так вот, запрет на выезд украинским крестьянам за хлебом, это, я считаю, второй признак голодномора как геноцида. Потому что никакой другой нации не запрещали ехать за хлебом. Вот я имею много документов, скажем, из Казахстана, из казахских архивов. И эти казахские архивы свидетельствуют о том, что голодным казахам, а там голод тоже был, позволяли ехать в Россию за хлебом. Их там принимали целыми аулами. И вот телеграммы, даже постановление специально было, вот Башкирского обкома, что нужно принимать голодных казахов, кормить их, чтобы они могли спасать свою жизнь. В Казахстане, кстати, я видел книгу, которая называется, значит, которая посвящена как раз спасению голодных казахов от хлеба. Книга называется «Казахи-беженцы от голода в Сибири». И там много фактов о том, как действительно приграничные с Казахстаном области России спасали казахов. А вот украинцам, видите, нельзя идти за хлебом. Их выгоняли оттуда, вывозили. И об этом есть и свидетельств много, и конкретные документы из архивов. То есть, кроме, значит, извлечения, изымания продуктов всех, что привело к голодомору, важным моментом есть вот это постановление о запрете. Это официальный документ власти. То есть, власть сознательно запрещает украинским голодным крестьянам идти за хлебом в Россию и в Беларусь, скажем, хотя понимает, что они будут вымирать от того, что нечего кушать. Далее я считаю, что третьим признаком голодоморка и геноцида мы можем назвать это запрещение Кремля на информацию о голоде в Украине. Кремль старался не допустить, чтобы информация о голоде в Украине пошла за границу. Поэтому все делалось для того, чтобы информация не просочилась за границу. И вы понимаете, как оно диссонирует и с теми фактами, которые сегодня на наших глазах. Скажем, в какой-то стране мира недород, в какой-то стране мира землетрясение, или другой какой-то природный катаклизм. Все страны мира откликаются на просьбу руководства той страны, на просьбу о помощи продовольствиями, палатками, медикаментами и так далее. В Советский Союз в 1932 году он отказывался попросить помощь за границей для голодных крестьян. Он, наоборот, уверял мир, что никакого голода нет. Для этого он даже пригласил известных деятелей мировой культуры, таких как Бернард Шоу, кстати, Анри Барбюс, премьер Франции Эдуардо Эррио. Они сюда приезжали, их возили по потемкинским деревням, организовывали на день-два благополучие в одном отдельном селе. Им издали, показывали людей, которые стояли за 10-20 метров. И никакого голода как будто бы нет, потому что их заводили в магазин, в который завезли все то, что нужно. Вот случай такой. Возвращается в 1933 году делегация турецкая из Москвы через Харьков, а дальше через Лозовую поезд идет на Севастополь, а вот туда уже море на Крым. Так вот, Лозовой обед для этой делегации. За три дня там все было подготовлено. С утра перед приездом литерного поезда завезли в буфеты все продукты, которых никто не видел никогда. Холодильник приехал специальный, все расставили, делегация пришла, пообедала, посмотрела, все изобилие. Как только поезд делегации турецкого отъехал, сразу все это собрали, тот вагон-холодильник и тот вагон обратно укатил в Харьков. И люди остались все голодные. Так вот, эта власть умышленно делала, чтобы информация не просочилась на запад. Тем не менее, голодные украинцы и представители других наций, которые проживали в Украине, кстати, те же поляки, скажем, или те молдаване, которые пробирались или через Сбруч, Польшу, или через Днестр на Буковину, которой тогда владела Румыния, и рассказывали о голоде. Люди пробирались ночью, пробирались по тонкому льду. Это был очень риск большой. Одна семья, я знаю, из Хмельницкой области нынешней, пробиралась через Днестр, на котором только-только встал лед. И маленького, самого меньшего, Васю, который мог закричать, ему три годника было, его две недели приучали к тому, чтобы он не кричал. Его в мешок взяли. Вот во время переползания по этому тонкому льду отец потерял мешок с Васей. Представляете, какой шок был для матери, когда на Буковинском берегу Днестра оказалось, что мешка с Васей нет. Отец его потерял, когда переползал Днестр. Отец вынужден был опять по тому тонкому льду возвращаться, переползать. И в сумрике как-то он услышал тоненький голос сына. И вот таким образом нашел ее и перетянул на уже на правый берег Днестра. Почему так бежали ночью по тонкому льду, потому что открыто никто не мог поехать. А если кто хоть приближался к Днестру или к Сбручу, то советские пограничники просто расстреливали. И есть много фактов, когда советские пограничники, если увидели, что кто-то переплывает в Днестр или пробует перейти Сбруч, просто стреляли. Есть такой факт, что за 1932 год советские пограничники расстреляли на этом участке пять с половиной, кажется, тысяч людей. Пять с половиной, пять тысяч людей убито только за то, что они голодные хотели уйти в Румынию или в Польшу. Так вот, эти люди, которые посчастливилось пробраться в Румынию или в Польшу, они там рассказывали о голоде. И наша диаспора проявила инициативу и начали собирать помощь. По всему миру эту помощь собирали. Но эту помощь Советский Союз отказался принять. Он сказал, что никакого голода в Советском Союзе нет. Это все выдумки буржуазной пропаганды. И таким образом люди умирали. Так вот, эти четыре признака изымания продовольства, запрет выезд за хлебом, запрет на информацию о голоде и отказ от продовольственной помощи Запада, я считаю, это действительно теми признаками, которые подпадают под понятие геноцида, как умышленного убийства нации или ее части. Как раз это касается в данном случае украинской нации. Но кроме этих признаков мы разрезняем еще два признака, которые подпадают под признаки геноцида. Это признаки, которые говорят о духовном уничтожении нации. И вот признаков здесь, документов здесь очень много. Власть в 1932 году в связи с хлебозаготовками принимает 14 декабря 1932 года постановление о том, чтобы прекратить украинизацию по всей территории Советского Союза. Но если в Украине она просто была свернута, то за пределами Украины все то, что было украинское, запрещалось. Постановление, которое называется безобидно о хлебозаготовках на Кубань, на Украине, в Северном Кавказе и в Западной области, говорит о том, что не выполняются планы хлебозаготовок. причины о том, что виноваты петлюровские элементы, которые, мол, позаседали там в руководстве правлений, бригадах и так далее. И они саботируют, мол, хлебозаготовки. И причины только указываются вот эти надуманные по Украине и по Северному Кавказу, где на то время насчитывалось больше трех миллионов украинского населения, которое записало себя таким во время переписи 1926 года. О Смоленщине, то есть Западной области, которая тоже не выполняла план хлебозаготовок. В этом постановлении не указываются причины и какие меры наказания за невыполнение. А вот по Украине и по Кубани там уже все четко расписано. Сколько давать лет секретарям райкомов партии за невыполнение плана хлебозаготовок. И что самое главное, что этим постановлением, повторяю, которое касалось, казалось бы, хлебозаготовок, прекращается украинизация по всей территории Советского Союза. Вперва по Кубани говорится, а на следующий день об этом будет сказано в отдельном постановлении по всей территории Советского Союза. То есть украинцы Кубани, которые имели где-то уже 400 школ своих национальных, там, где было на Северном Кавказе украинизовано 37 районов, украинцы Слобожанщины, где было украинизовано 26 районов, украинцы по Волжье, где было их миллион, и там же техникумы были, и школы, и все. Украинцы Казахстана, где было уже 96 школ, где было три районные газеты на украинском языке, все это теперь будет закрыто, все будет запрещено. И есть даже вот специальное постановление, как выполняется указание Москвы. И оно не просто там выполняется, а помощник Сталина, поскребышев, вот специальным письмом в апреле 1933 года напоминает казахским властям, как они выполняют указания Москвы о прекращении украинизации. И Казахстан докладывает, вот мы уже закрыли все районные газеты украинские, мы закрыли два украинские педагогические техникумы, мы закрыли уже половину украинских школ, то есть все делается. То же самое будет и на Дальнем Востоке, где было на то время украинизировано девять районов. И это все сказалось на том, что когда будет проводиться перепись 1937 года, то она покажет совсем другие результаты, чем были в 1926 году. Если в 1926 году было в российской федерации около 7 миллионов украинцев, то перепись 1937 года показала, что в России осталось только 3 миллиона украинцев. А где почти 4 миллиона? На том же Северном Кавказе, вот в границах нынешнего Краснодарского края, на 1926 год было миллион 583 тысячи украинцев. Перепись 1937 года показывает, что осталось только 173 тысячи. Где миллион 400 тысяч? Да, 50 тысяч вывезли украинских хлеборобов Кубани в Казахстан. Кстати, первая была депортирована станица Полтавская, как символ украинизации Кубани. Потом была станица Уманская, станица Поповичевская. И их название менялось, чтобы ничего не напоминало о украинском происхождении. Станица Полтавская будет называться потом Красноармейской в честь тех красноармейцев, которые ее веселяли и заселили эту станицу потом. Станица Уманская станет Ленинградской, станица Поповичевская станет Каганович, Кагановичской, в честь Кагановича, который организовал это все. То есть все делалось для того, чтобы украинский дух исчез на Кубани. Это тоже геноцид, духовный геноцид. Поэтому, когда сегодня делалась перепись на Кубани, то мы видим, что уже не около 70% украинского населения, как было в 1926 году в том Краснодарском крае, а только 2% с лишним. Это все наследие Голодомора 1932-1933 годов. И еще есть один момент духовного геноцида, о котором нужно сказать. Это так называемые доприселения в вымершие украинские села, куда приселяли в первую очередь из России, из Белоруссии. Вот те села, особенно юго-восточной Украины, где больше всего было потерь, потому что там не было ни лесов, ни рек, чтобы можно было где-то какую-то рыбу поймать, или черепашки какие-то, использовать пищу. не было там всего этого. Это было в лесостепи Наполесь, а там и сел меньше, поэтому там потери были колоссальные. Так вот, те вымершие хаты, те вымершие села завозили людей из Ивановской области, из Горьковского края, из Белоруссии, из Западной области. И не просто завозили, их кормили, им пайки давали, но кроме того, для их детей организовываются школы, и эти школы уже в украинских селах будут какими? Будут русскими, а там в районах, где был большой приток таких переселенцев, кроме того, организовываются районные газеты, или во всяком случае укладыщи на русском языке, эти районные газеты. И это все было толчком для русификации украинского села на юге и на востоке. В той же Донецкой, Луганской, Запорожской областях, Одесской, Николаевской, Херсонской, это все наследие то решение о том, чтобы заселять вымершие села в первую очередь переселенцами из России. Поэтому все то, что сказано, это факты о том, что было задействовано целенаправленную политику на уничтожение украинского крестьянина. Почему именно удар приходился на украинского крестьянина в этот момент? Потому что с украинской интеллигенцией как проводом нации уже разобрались, уже были процессы СВУ в 1930 году, уже интеллигенция была уничтожена фактически, а вот крестьянство украинское как материальная база национально-освободительного движения, оно и почувствовало на себе этот удар в первую очередь. Потому что нужно было уничтожить эту материальную базу возможного украинского национального освободительного движения. Сталин об этом прямо писал. В августе 1932 года он пишет до Кагановича, что мы можем потерять Украину. Он очень боялся об этом. Он не надеется на украинскую компартию, что там гнилые все. Поэтому можно было применить самое чудовищное смерть голодом. Пусть вымрет часть, но другие будут покорные. Но когда мы говорим об этих преступлениях сталинского режима в отношении украинской нации, а именно украинской нации, потому потому что я еще раз хочу сказать, что подобные постановления о запрете выезда за хлебом или о прекращении коренизации не применялись никакой другой нации. Продолжали существовать украинские скрим-школы только в Украине, но за пределами Украины их уже не было. Украинских газет не было, радио украинского не было, украинских театров не было. Польские могли быть, немецкие могли быть, эстонские могли быть и другие, но украинских за пределами Украины уже не было. Вопрос еще и в том, а какие потери украинского народа? Наша диаспора многие годы говорила о том, что эти потери от 7 до 10 миллионов. Откуда такие цифры взялись? Эти цифры были в донесениях немецких дипломатов из Москвы, из Харькова, которые общались с известными деятелями ГПУ. Имели, так сказать, своих там знакомых и те конфиденциально говорили о том, что такие потери. Советская власть в конце 80-х разрешила говорить, что в Украине было потерь 3,5 миллиона. Это так из Москвы сказали. Что говорят документы? И главным образом те первичные документы, которые хранятся в наших архивах, на основании которых мы можем о чем-то говорить. Те документы говорят о следующем, что на начало 1932 года за официальными данными Украине насчитывалось 32 миллиона 680 тысяч 700 человек. Чтобы знать цифру потерь за два года голод, море, я думаю, нужно просто знать цифру и счистить цифру населения на 1 января 1934 года. Мы знаем, что за это время родилось более миллиона за два года. Если их прибавить к цифре 1 января 1932 года, то будет 33 миллиона 900 с лишним тысяч. Кстати, известный украинский демограф того времени Арсений Хоменко, он приблизительно и рассчитывал на такую цифру. Но имея еще такой важный документ, как порайонные списки, в которых сравнивается так сказать позиция 1926 года и позиция 1937 года. Мы можем посчитать по областях, по каждой области есть эти порайонные списки, но они не подытожены. Побоялись те, кто их составил, дать полностью общую цифру. Но когда мы посчитаем, то окажется, что эта цифра по районам будет меньшей на 532 тысячи. От этой цифры, которую будет уже 27 миллионов с чем-то, отнимаем прирост населения, который был за 1934, 1935, 1936 год. И в результате получаем цифру 7 миллионов 123 тысячи. Вот эти 7 миллионов 123 это цифра минимальная, потому что нужно еще исследовать и документы, и разные направления, которые помогут нам сказать, какая все-таки была потеря украинского народа, какие были жертвы Голодомора. Потому что никто не посчитал тех, кого расстреляли на границе, никто не посчитал тех голодных, которые умрили в Белоруссии или в России, никто не посчитал тех ходоков за хлебом, которые пришли ехать в Россию или в Белоруссию, а на станциях железнодорожных им билетов не продали, и они голодные там умирали, их стягивали в ямы большие, и там засыпали. 837 таких ям по территории Украины. Никто ни одну еще не раскопал и не исследовал. Сколько там лежит останков тех людей, которые не сумели, не смогли поехать за хлебом, привезти его для того, чтобы спасать свою голодную семью. то же самое важный вопрос, который до сих пор не поднимался, но он очень важный. Дело в том, что с 1932 года, если взять, по 1937, то есть до переписи, на территории Украины завезли большое количество рабочей силы из России, из Белоруссии и других республик. Документов полно. Кстати, только по Харьковской области, по документам официальным, мы видим, что если брать миграцию по Харьковской области с Советскими республиками, то плюс для Харьковской области около 100 тысяч одной Харьковской области. Сколько в Донбассе, сколько в Днепропетровской, Одесской, Киевской, никто еще не считал. Но те люди, которые были завезены, остались в наших промышленных центрах, они в 37-м году засчитаны уже как граждане в СССР, они на местах, на месте тех записаны, которые ушли в 32-м, 33-м мире иной. Никто этого не считал. то есть, я прихожу прихожу к такому выводу, что заявление немецких дипломатов, которое поддерживалось нашей диаспорой на протяжении всех лет этих, оно, наверное, имеет сенс от 7 до 10 миллионов. Сколько конкретно? Это нужно еще проводить большую исследовательскую работу. Я могу сказать только по школе. Начальная школа, которая была обязательной, она четко показывает движение учеников, сколько могло быть потерь. Если, скажем, первый класс, который набирался в 32-м году, Петриковский район Днепропетровской области, там было где-то 1737 учеников. Но в 33-м году, 1-го сентября, в школу пришло только 911 из них. А где другие? По всей Украине такая ситуация. То есть детей не менее трех миллионов, одних детей школьного возраста. Поэтому та цифра, я считаю, от 7 до 10 миллионов, она имеет право на существование. И наша задача просто уточнить на базе документов, сколько все-таки конкретно, потому что мы обязаны помнить о каждом невинно убиенном холодом. Холодом.